Намаскарам, Садгуру. В одной из ваших цитат вы сказали, что мы не должны оценивать духовный рост другого человека по его поступкам. Я не могу понять это высказывание, потому что я всегда думала, что добрые и сострадательные люди наиболее духовно развитые. Не могли бы вы разъяснить мне контекст этой цитаты? Видите ли? В определенный период времени, когда я ходил в школу, не могу назвать это обучением, точнее будет сказать, что я ходил в школу. Я ходил в одну школу, в которой важной частью обучения были моральные принципы. Я ходил в миссионерские школы. А они всегда пытаются обучить нас трем волшебным словам. Нет, нет. Вам нужно подождать. Кашляну ли я снова в следующие 30 секунд? А этого не произойдет. Если что, меня проверили. Волшебные слова. Я уверен, что все вы используете эти волшебные слова. Что это за волшебные слова? Нет, не в таком порядке. Простите, не на первом месте. Пожалуйста, извините и спасибо. Таким приемом можно обучиться. Я не говорю, что не стоит произносить эти слова. Если внутри вас происходит магия, и эти слова произносятся сами собой, это прекрасно. Если у вас нет магии, тогда вы просто запомнили несколько слов. Это просто уверенность, что вы можете что-то получить. Но когда вы говорите «пожалуйста», это ничего не значит. Будет лучше, если вы, по крайней мере, покажете свою истинную природу. Пожалуйста, можно? И в любом случае вы хватаете это сами. Я постоянно вижу, как такое происходит. Или вы даете кому-то пинка, а потом говорите «простите». Это ничего не значит. Вы сами берете все, что хотите, у всех подряд, а затем говорите «спасибо», как будто бы это они сами вам дали. Нет. Предполагается, что все эти слова значат, что вы чувствуете, что у вас нет прав ни на что. Вы понимаете, что ничего по-настоящему не принадлежит вам. Так что даже если вы просто хотите попросить стакан воды, вы говорите «пожалуйста». Если вы по-настоящему видите это таким образом, то даже стакан воды или ложка еды не принадлежат вам. К счастью, все это вам доступно. Так что вы говорите «пожалуйста». Прекрасно. Все, что вы делаете, может причинить кому-то вред. Вы можете наступить на что-то специально или случайно. Если кто-то посмотрит на вас, вы говорите «простите». Если вы так себя на самом деле чувствуете. И спасибо, потому что вы испытываете чувство благодарности ко всему, что входит в контакт с вами, искренне. Так что вы можете произнести какое-то слово, или это может найти какое-то другое проявление. То, что должно быть магией внутри вас, находит проявление как поступок. В этом заключается трагедия обществ, основанных на морали. Они делают только правильные вещи, но внутри них все идет неправильно. Так что поступки не определяют сознание или развитие, или трансформацию человека. Если вы уверены, что духовное развитие означает, что вместо затвердевшего человека вы становитесь более мягким, более принимающим. вы можете делать что-то, исходя из своей принимающей природы. Вы можете делать много что. Если что-то происходит из-за вашей принимающей природы, ваша мягкость, любящая природа — это замечательно. Но если это формула, которую вы заучили, и вы знаете, что так вы сможете получить то, что хотите, вообще-то этому нас учат в школе. Делайте вот так, используйте эти три волшебных слова, и все получится. Так что люди говорят «пожалуйста», а как только получают то, что хотели, отворачиваются и говорят совсем другое. Такое происходит рядом со мной постоянно. Так что поведение не определяет то, кем вы являетесь. Люди могут культивировать поведение, но то, кем они являются, нуждается в трансформации. По сути, трансформация означает, что ощущение границ, которые вы установили для себя, что такое «я», это ощущение увеличилось. Вот и все, что значит трансформация. Трансформация — это не изменение социального поведения. Трансформация — значит, что если вы сидите здесь, то, что раньше было мной, было только это, а сейчас — это гораздо больше. Вот и все. Испытывая все это, как бы вы себя ни вели, это ничего. Но должно присутствовать принятие, потому что принятие лучше, чем страховка. Как только вы начинаете видеть все как часть себя, тогда где здесь место для «спасибо, пожалуйста, простите» и тому подобного. Все это не будет иметь никакого значения, потому что, когда вы видите кого-то как часть себя, я отношусь ко всем так же, как я отношусь к себе. Жестко. Если бы я относился к себе мягко, я бы и ко всем остальным относился так же. Но поскольку я отношусь к себе жестко, так же я отношусь и к вам. Хорошо? Или вы хотите, чтобы я был милым? Я говорю «пожалуйста», только на программах для начинающих. Я всегда говорю «пожалуйста, закройте глаза». Да. Потому что я знаю, что для вас это сложно. Я говорю «пожалуйста, закройте глаза». Но вы приходите на сам яму, и там тоже вы ожидаете, что я буду говорить «пожалуйста». Я говорю «просто заткнись и сиди». К тому времени вы уже должны были понять. Сегодня всего лишь второй или третий день карантина. Первый день вы не поняли, но к сегодняшнему дню вам нужно было бы понять, что это значит. Мы не можем продолжать говорить «пожалуйста, соблюдайте дистанцию 2 метра». Мы возьмем двухметровую палку и начнем вас подталкивать вот так, потому что за три дня вы не поняли, что такое 2 метра. на то, чтобы понять, что такое 2 метра, не требуется три дня. Даже если вы не ходили в школу, вы все равно можете это понять. Вам не нужно математическое образование. Сейчас правительство привело армию в режим готовности. На тот случай, если вы так и не поймете, что такое 2 метра. «Однажды». «Однажды». Так, а что случилось однажды? Однажды приходит Шанкаран Пилай домой. Его жена начинает жаловаться на их 12-летнего сына. «Мальчик совсем меня не слушается. Сделай что-нибудь». Так что Шанкаран Пилай отправился на поиски мальчика. Мальчик прятался в саду. Шанкаран Пилай схватил его за уши и сказал, «Дурак, думаешь, ты умнее меня? Что можешь не слушаться своей матери?» Что касается поведения. Если вы хотите жить в обществе, да, конечно, нужно следить за своим поведением, потому что это касается не только вас. Это влияет на всех вокруг. Но хорошее поведение не обязательно значит говорить какие-то конкретные слова, делать или не делать определенные вещи. Нет. Сейчас мы рассматриваем вот что. Если вы заходите в этот зал, и здесь сидят 50 человек, то каждый ваш шаг, каждый вдох, вы заботитесь только об этих 50 людях. Или же вы заботитесь только о себе. Вот и все, что имеет значение. Если вы думаете обо всех этих 50 людях, которые сидят здесь, тогда вы ведете себя определенным образом. Если вы думаете только о себе, тогда вы будете вести себя другим образом. Вот и все, что вам необходимо установить. Духовный процесс — это не социальное явление. Это нечто, что вы делаете внутри себя, потому что, если что-то внутри у вас изменится, вы можете начать обращаться с миром определенным образом. Очень многие духовные люди, невероятно развитые люди, не обладали никакими социальными навыками. Вот почему они держались в стороне от людей. Вы слышали о Садгуре Шри Брэмме? У него не было никаких социальных навыков, что привело ко множеству проблем. В этот раз мы пришли с некоторым количеством социальных навыков. Да, в этом отношении у меня все неплохо. По-прежнему существует небольшое трение с некоторыми людьми, но так будет всегда. Это признак того, что мы на правильном пути, что мы делаем правильные вещи в мире. Потому что, если такие люди начнут восхвалять вас, это будет значить, что мы делаем что-то в корне неправильное. Так что, не нужно судить о духовном развитии по поступкам. Но не нужно принимать это за интульгенцию. Не думайте, что вы можете просто сказать, «Я духовный человек» и вести себя безответственно. В мире существует и такое племя. Они думают, что поскольку являются духовными, все должны их понимать. А они будут совершать разные странные поступки. А все должны их понимать. Нет. Смысл не в этом. Духовный процесс означает, что вы не отождествляете со своей физической природой. Ваше отождествление перешло в измерение, которое не является физическим. Если ваше отождествление больше не является физическим, у вас больше нет какого-то определенного способа делать что-либо. Вы будете действовать так, как это необходимо. Мягко значит мягко, жестко значит жестко, красиво значит красиво, скверно значит скверно. Как угодно. Вы будете отвечать так, как того требует ситуация. Потому что ваша идентификация находится вне вашего физиологического и психологического процесса. Ваша идентификация вышла за пределы физического измерения того, кем вы являетесь. Поэтому у вас есть некая свобода. Культурное поведение означает, что вы установили, как себя вести. Это значит, что вы потеряли свою свободу. Если вы свободны, то когда требуется быть милым, вы прекрасны. Когда требуется быть скверным, вы скверны. Вы действуете в зависимости от того, что требуется. Вот вы едете по дороге. Сейчас, поскольку машин на дорогах очень мало, там появилось много коров, буйволов и других животных. И вот вы видите небольшое стадо буйволов. Вы подойдете к ним и скажете «пожалуйста». Они просто пойдут дальше. «Пожалуйста». Никакой реакции. «Эй!» Тогда они немного... «Возьмите палку, скажите». «А-а-а!» Тогда они отойдут. Они не понимают, что это за «пожалуйста», о котором вы говорите. Это не значит, что вы должны плохо относиться к буйволам. Если бы буйволы понимали вежливые слова, тогда вы бы говорили с ними очень вежливо. Но они так не понимают. Они должны понять, что вы от них хотите. Вы должны сделать так, чтобы они поняли. Они не должны стоять на дороге, если вам нужно проехать. Так что каким-то образом вам необходимо заставить их понять. Вам не нужно идти и хлистать их. Но хотя бы какой-то звук произнести надо. Иначе они не сдвинутся с места, потому что не понимают. Если вы имеете дело с ребенком, вы ведете себя одним образом. Имеете дело со взрослым другим. С кем-то кого-то вы знаете одним образом. С тем, кого не знаете, ведете себя по-другому. Наше поведение диктуется конкретной ситуацией. Сейчас же вы установили, что я веду себя так. Даже если ситуация не располагает к этому, вы все равно ведете себя только так. Какой в этом смысл? Любое действие, неосоответствующее ситуации, в которой вы находитесь, является неуместным действием. Поэтому определенная заранее активность всегда становится неуместной в различных ситуациях. Очень важно, чтобы мы не фиксировали наше действие, а только устанавливали то, какие мы. Я не увлекаюсь священными текстами, но это просто засело у меня в голове. Кришна сказал, «Йогастаха куру кармани, сперва утвердитесь в йоге». Это означает, что вы сперва должны установить себя не внутри своей индивидуальности, а в единстве со всем мирозданием. И уже потом вы можете предпринимать действия. Это значит, что вы принимаете все. И потом вы можете начать делать то, что необходимо. Я думаю, что это правильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok